Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Они любят делать все назло. С ними бывает сложно найти общий язык. Они часто бывают против и имеют на все свое собственное мнение. Несносные подростки или ранимая детская душа? Как укротить тинейджера? Об этом поговорим сегодня в гостях со мной психолог Анастасия Соболева. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Анастасия, ну скажите, подростковый период — это всегда сложное время или бывают случаи, когда все-таки проходит все так гладко и спокойно? И вообще, как правильно? И должны быть скандалы и вот эти вот бури эмоций, да. Хороший вопрос, Галина. Подростковый период — это всегда кризис. Но здесь я предлагаю, знаете, на этот кризис посмотреть с точки зрения понимания, что же такое кризис. Потому что очень часто мы сами придаем такую вот некую пугающую окраску слову «кризис». Это обязательно что-то плохое, что-то на грани войны какой-то, который устраивают подростки своим родителям. Но кризис — это очень естественный, органический и очень важный необходимый процесс для взросления личности, для ее становления. Это важный этап. И здесь мне даже хочется поздравить и родителей с тем, что их дети встают на путь взросления. Поэтому мне кажется, что к кризису, смотря как мы будем относиться, так он у детей пройдет. Здесь наша задача — быть помощниками в преодолении этого важного и сложного для них периода. Ну то есть, получается, кризис — это здоровая ситуация для такого времени? Абсолютно. Она более здоровая, чем тишь да гладь, да? Да. И не так много случаев, на самом деле, когда подростки действительно встают на тропу войны. То есть, как правило, ссоры, они действительно неизбежны. И определенные задачи конфликты выполняют на пути взросления. Но это не обязательно, что это начнется жесткая война, противостояние, противоборство. Что происходит в этом возрасте? Почему наступает такой кризис? Очень важный период полового созревания. То есть, в первую очередь, мы все физические люди. И у нас есть физическое тело, которое очень быстро развивается в этот период. Мы иногда наблюдаем за своими детьми и понимаем, что за лето у нас наш сын или дочь могут вытянуться в росте на 10 сантиметров. Это вызывает такое удивление и радостное умиление, как же быстро растет, да, ребенок. Но представляете, какой сложный процесс происходит в организме. То есть, меняется все. Меняется тело, меняется биохимия крови. Гормоны бушуют, скачки давления, утомляемость. Нервная система работает в очень активном режиме от очень высоких напряжений до состояния таких апатий. И она то ускоряется, то тормозит. И физиологически очень сложно подросткам переживать этот период. Это первое, что происходит вообще с организмом. И плюс ко всему появляются психические задачи новые, которые взрослеющему ребенку нужно решить. Вот об этих задачах, наверное, важно знать и понимать для того, чтобы себе как-то хотя бы объяснить, что же с моим ребенком сейчас происходит. Что он точно не сошел с ума, не слетел с катушек, он нормальный, это такой период. И очень важная задача взросления в этом периоде – это принять свое тело, в первую очередь, меняющееся. Мы знаем, что это может доставлять массу неудобств. То есть подростки, они сравнивают себя с другими подростками, кто начинает быстрее развиваться, сталкивается с тем, что я уже не такой, как они. И с этим связано очень много внутренних переживаний. Второй момент после принятия тела – это сепарация от родителей. Это очень значимый вообще процесс в жизни любого человека. Для того, чтобы ответить себе на вопрос «А кто я?» Не глазами родителей, а кто я как отдельная личность. Важнейшая задача в процессе этой индивидуации. Дальше задача стоит ответить себе на вопрос «А я вообще с кем?» За кого я? Кто за меня? Где мое место вот в этой иерархии сверстников? И дальше уже «А куда я по этой жизни пойду? Где мое место?» То есть это важнейший период. Давайте еще поговорим, какой возраст это все-таки в среднем, со скольки до скольки считается. Вообще эти фазы возрастного кризиса, подросткового, они с 10 где-то лет начинаются, и к 21 году волнообразно все, кризис заканчивается. И по фазам развития, например, принятие своего тела, это, как правило, 10-12 лет. Сепарация начинается 12-14 лет. 14-17 – это поиск своего места в среде сверстников. «Я такой же, как кто? Кто такой же, как я?» А 17-21 – это уже такое определение своего жизненного пути дальнейшего. Это уже не подростки. Ну, это считается подростки. Тоже подростки. Хорошо. Сейчас этот возраст со временем, если раньше это было до 18 лет, сейчас немножечко это все идет на прибавку возраста. Да, и молодежь у нас до 38 уже. Да, молодежь до 38. Кому сложнее в этот период приходится, девочкам или мальчикам, как вы считаете? Хочется сказать, и девочкам сложно, и мальчикам, и мамам их, и папам. То есть их родителям тоже непросто. Это и есть особенности проживания, интенсивности проживания подросткового периода у мальчиков и у девочек. У мальчиков период созревания начинается чуть позже, чем у девочек. И здесь, наверное, к тому времени, когда девочки уже примерно начинают как-то более-менее себя чувствовать как минимум в принятии своего тела гармонично в социуме, у мальчиков только вот начинается этот период, да, с чуть-чуть отставанием от девочек. И, наверное, все-таки мальчикам сложнее в плане... На мальчиков больше как будто бы ответственности ложится. Ну ты же мужчина будущий, да, именно в плане эмоционального проявления. То есть мальчики не плачут, и что ты хнычешь, и так далее. Вот есть отдельные особенности у, например, мальчиков, да, у парней. У них немножечко притупляется чувство страха. Гормон тестостерон у них вообще на подъеме, и они стараются так подражать поведению взрослых мужчин. То есть отсюда, например, активные вот эти виды спорта достаточно опасные, потому что притупляется чувство страха. А у девочек, например, больше, скорее, переживания за их внешний вид. Потому что среди женщин все-таки как-то принято устанавливать эталоны какие-то красоты, внешности. Соцсети диктуют тренды и так далее. Девочки вот очень переживают вот именно сравнение себя, такая ли я, как сейчас модно какой быть. А в общем и целом у них очень похожи по эмоциональности их реакции, по внутренним переживаниям. Они похожи, мальчики и девочки. А протестуют-то они против чего? Знаете как, я бы, наверное, вот не против чего они протестуют, а для чего они протестуют. Потому что сам по себе протест, это агрессия, да, протест, это способ увеличить расстояние в первую очередь с родителями. То есть увеличить эту дистанцию между детьми и родителями. Это важный этап сепарации. Родители, это понятно, логично, они транслируют ценности некие, да, ребёнку. И для того, чтобы самоопределиться в этой жизни, понять, кто я, какой я, что для меня важно, ребёнку важно дистанцироваться, сказать, нет, я не такой, как ты. И только тогда он сможет понять, а какой я, а что я могу взять у тебя, да, как у родителя, что мне близко, а, например, что не близко. То есть вот этот процесс, он, скорее всего, связан вот именно с моментом сепарации. И в этот момент взрослые идут к психологу, да, спрашивают, а как же мне наладить отношения с ребёнком? Или дети всё-таки тоже сами обращаются за помощью, ну, вот именно психологической? Здесь есть, я бы разделила, наверное, на три вида вот запросы, которые поступают. Как правило, естественно, на связь выходят родители. Первый запрос, с которым выходят родители, это «я не понимаю, что мне с ним делать, да, наши отношения очень сильно изменились, у нас частые конфликты, я вижу, как он страдает, да, подросток, мой сын или дочь, я хочу ему помочь». Здесь запрос «научите», да, «помогите разобраться в ситуации, чем я могу помочь». Это один вид запроса. Здесь мы работаем с родителем, например, да, понимаем, в чём заключается конфликт, да, что происходит в их семье, в их семейной системе, в их взаимоотношениях. Второй вид запроса — это когда родитель звонит и говорит, «мой ребёнок сломался, почините». То есть запрос «переделайте мне его, верните то, что было». Маленького, удобного, послушного, он стал неуправляемым. «Помогите мне найти на него управу». Ну, то есть это другой вид запроса, и мы уже здесь работаем немножко в другом ключе, да, с родителем, объясняя весь процесс, как он происходит, и что если… «Пути назад нет». Да, пути назад нет, и что это естественный процесс, и здесь управы вы только вот максимально будете долго сдерживать, да, этот кризисный важный период, и тогда взросление затянется. И потом, возможно, там, годам к сорока, когда ваш сын или дочь с вами будет жить, вы придёте к тому же психологу и скажете, «помогите мне теперь его от себя сепарировать». Вот, и третий вид запроса, с которым обращаются дети, и это говорит о доверии определённом и близости во взаимоотношениях родительско-детских, когда подросток, понимая, что он сталкивается с какими-то внутренними переживаниями, и он не готов делиться ими с родителем, он просит о помощи. «Помоги мне найти либо человека, психолога, да, который поможет, либо, возможно, группу какую-то, да, куда я могу прийти и с кем-то разделить свои переживания». То есть вот, скорее, вот три таких вот ветки, с чем чаще всего приходится работать. А при работе с детьми, когда ребёнок сам просит помощи, как происходит взаимодействие с родителями? Ведь всё-таки родители не в курсе, что ребёнок пошёл к психологу. Или вы как-то тоже всё-таки с родителями тоже работаете? Конечно. Запрос от родителя, как от законного представителя подростка, так как это несовершеннолетние дети. То есть коммуникация, естественно, происходит через родителя. Родитель может получить обратную связь, если это необходимо, да, но всё, что происходит в кабинете, остаётся в кабинете. То есть это полная конфиденциальность для подростка, и это один из самых важных моментов, потому что для парней, девушек, да, для взрослеющих, и для них самое важное — это вот формирование вот этого вот доверия, что я могу кому-то доверить, самое сокровенное. Поэтому, естественно, всё, что происходит в кабинете, оно остаётся в кабинете. А вот, Анастасия, я знаю, что вы проводите как раз вот такие вот тренинги и, как это называется, группы для подростков. Вот можно, не вдаваясь в подробности, несколько слов об этом рассказать, что там происходит. Вы обсуждаете проблемы ребёнка или вот идёт речь о том, как укротить этих несносных родителей? Расскажите об этом. Темы поднимаются очень разные. То есть есть определённые, скажем так, задачи взросления, да, и я как специалист понимаю, какие этапы подросток должен пройти. И в группе создаётся безопасная атмосфера, где он может среди таких же, как он, подростков, да, девушек, парней, говорить о важном, о сокровенном, учиться близости, разговаривать о родительско-детских отношениях, об отношениях полов, потому что это тоже возникают и первые влюблённости, и первая неразделённая любовь о своих чувствах. Они получают новый опыт взаимодействия, они получают поддержку, они получают понимание того, что они не одиноки, потому что одна из основных таких вот, наверное, сложностей и трудностей, с которым подросток сталкивается, это чувство одиночества, которое вот первый раз становится для него видимым внутри себя, он начинает понимать вот что-то внутри такое, часто это ассоциирует с некой пустотой, и вот мы как раз на группах подсвечиваем друг другу, они подсвечивают, да, подростки фонариками, и они понимают, я в этом не один. Вот у других тоже такие же есть сложности, трудности, они делятся опытом преодоления этих трудностей, и вот это очень мощная такая вот история групповая. А получается в коллективе похожих ему людей, подростку проще раскрыться, чем с близкими? Конечно. Почему это происходит? В системе иерархии разное здесь вот, ну как, если взять иерархию, родитель здесь, ребёнок здесь, а отношения сверстников, они отношения равных. Всё равно ребёнок, подросток, он так или иначе всё равно видит в родителе более авторитетную фигуру и иерархически, и сложнее обсуждать какие-то некоторые темы, которые важны сейчас. Их можно обсудить либо со старшим товарищем, который вот чуть-чуть ушёл вперёд, либо со сверстником. Быть понятым в этом и принятым, потому что не просто же так от них часто звучит фраза «Вы меня не понимаете». И часто они оказываются ведь правы, мы же их, правда, иногда действительно не понимаем, потому что у нас это осталось уже далеко позади. А вот это вот такое резкое отделение, и когда родители теряют свой авторитет у ребёнка, это же не ежесекундно происходит, какой-то достаточно, наверное, длительный период, ещё до наступления этого тинейджерства. Когда это начинает происходить, как к родителям увидеть, что вот оно уже подкрадывается? Ну, органически к возрасту, там, ближе к 10 годам, то есть всё, границы становятся всё жёстче, да, то есть подросток младший начинает дистанцироваться от родителей, то есть это можно заметить, он начинает отдаляться, у него появляются какие-то секреты. Раньше он приходил к родителям по каждому поводу, забирался там на ручки, а сейчас вот он больше где-то, либо в себе, либо среди сверстников. Это просто нужно наблюдать за ними. И смотреть, у всех же по-разному происходит, кто-то быстрее начинает отходить на дистанцию, кто-то медленнее. Но это органический процесс абсолютно нормальный, что значимость и важность родителей в глазах ребёнка, она снижается, это нормально. Опять-таки для того, чтобы ребёнок увидел себя глазами кого-то другого. Родители всё равно на ребёнка смотрят, ну, это же ребёнок мой, ну вот... Десять лет, это совсем маленькие ещё. Да, ну вот, он отражается, и ребёнок смотрит, и вот пока он отражается в глазах родителя, как ребёнок, он сложнее расти. Когда он отражается в глазах сверстников, как равный, здесь появляется уже чувство самости, вот это самоуважение, самоценности и так далее. Какие можно дать рекомендации родителям, как находить общий язык с ребёнком вот в этот вот период, и как всё-таки мирно сосуществовать? Как себя смирять в эти моменты? Очень классный и, наверное, правильно поставленный вопрос. Как себе помочь в этот период? Всё-таки с себя начинать. С себя начинать. Это до ужаса избитая фраза, но она жизненная, маску на себя, потом на ребёнка. Наверное, правда, важно понимать, что вот подростковые периоды поведения подростков в этом возрасте, они органически, дети у родителей, поднимают свои какие-то истории болезненные, начинаются переживания, связанные со своим каким-то прошлым опытом, нарастает тревога. Можно примеры какие-нибудь? Ну, например, если сложно приходилось, я не знаю, маме в подростковом возрасте, например, она столкнулась с какой-то очень глубокой, неразделённой любовью. Она очень сильно страдала от этого, она переживала очень сильно. И она видит, когда её дочь, например, вступает в первые какие-то отношения, там, с парнем, начинает дружить, общаться, у неё поднимается уровень тревоги. Это понятно. Естественно, она боится, что её дочь переживёт вот такие же эмоции, как она когда-то. Или, например, отец всю жизнь мечтал стать лётчиком, но не случилось поступление в лётное училище. И вот он видит, что его сын ещё как-то не определился с дальнейшей профессией, и вот вроде не понимает, куда ему дальше. И он начинает как вот своя... Его же мечта отца рухнула, и он боится, что его сын тоже переживёт вот это вот разочарование такое. Вот. Поэтому здесь вот в первую очередь понять, да, что с вами сейчас происходит в этот момент. Обоснована ли ваша тревога? Это ваша тревога, да, ну, в первую очередь? И про что она для вас? Вот. Поэтому в первую очередь, конечно, маску надо на себя. И нужно дальше выстраивать эти отношения, даже если до момента наступления переходного возраста много чего не было сделано, да, ну, по разным причинам. Мы люди живые, совершаем ошибки, чего-то не знаем, мы в процессе учимся, и это круто, это рост такой внутренний. И здесь как раз вот самое время начать выстраивать эти взаимоотношения, установить какие-то семейные правила, если их раньше не было, проявлять интерес к подростку. Потому что очень часто, например, родители, там, это удивительные вещи. Вот он там сидит в своем компьютере, ему ничего не надо, он там не хочет ни общаться, ничего. Но когда начинаешь интересоваться, чем тебе нравится эта игра, слушай, вот, а почему ты выбрал именно этого персонажа? Поверьте, вот можно узнать столько вещей, потрясающих в своем ребенке, чем привлекателен персонаж, да, там, почему именно эта анимешка тебе нравится? Можно даже заметить, что в этих играх они очень много чему учатся, стратегии, планирования. Они даже могут там деньги зарабатывать. Ну, то есть... А это не вызовет сразу подозрения у ребенка, что это вот вчера они интересовались, а сегодня вдруг? Очень классно, что вы про это спросили, потому что многие родители такие, так, все, пришло время, я готов выстраивать отношения, сейчас будем налаживать. Здесь важно ненавязчиво. То есть без резких движений постепенно сближаться, потому что, конечно, подросток может напугаться, сказать, ты чего? С ума сошелся, а может быть тебе нужна помощь, да? Ты чего ко мне тут пришел? Вот, ненавязчиво интересоваться. А психика подростка не готова вот к таким долгим, серьезным разговорам. Поэтому между делом спрашивать, как дела, что нового, там, рассказывать, делиться своими какими-то историями, да? Не вот, когда я была молода, не про это. Ну, то есть рассказать, как дела, как день прошел, что нового узнала. И дети же, они все равно отвечают, они копируют, то есть они начнут органически потихонечку тоже отвечать вам взаимностью. То есть, видимо, не сдаваться. В первый раз ребенок прошел мимо, хлопнул дверью в свою комнату, во второй раз уже остановится, посмотрит. Да, здесь важно быть открытым и понимать, что вы в тылу у ребенка сейчас, для подростка очень важен тыл. Да, он отдаляется, ему самому страшно. И представляете, Галин, какое буйство эмоций происходит внутри подростка. И это очень похоже на те эмоции, которые испытывают родители, мамы и папы. Мамы и папы боятся за дальнейшее будущее, благополучие. Подросток также боится. Он не знает, кем он станет, как ему в этом будет, куда ему дальше по жизни двигаться, будут ли у него друзья, станет ли он вот уважаемым, да, среди своих, среди важных для себя сейчас людей, ну, то есть сверстников. И это про такую тревогу. И тревожатся и родители, и ребенок. Здесь важно тоже разделять, чувствуете с ним, да. Да, это правда страшно. Вот. И важно быть опорой, что я в тылу, и быть открытой, что если ты захочешь поговорить, я рядом, мои двери для тебя открыты, ты можешь ко мне всегда обратиться. Если тебе нужна будет моя помощь, я буду рад. Тебе, ты можешь со мной поговорить о том, что для тебя важно. Какие-то есть еще способы, как помочь и взбодрить ребенка вот в этот вот период, может быть? Они ведь сами никогда помощи не попросят, ну, только если совсем уже что-то. Смотря как выстроены взаимоотношения, опять-таки, очень часто подростки приходят к родителям, особенно когда сталкиваются с какими-то историями, что связаны с их школьной жизнью и так далее, приходят, просят о помощи в открытую. Как можно поддержать именно подростков? Во-первых, они болезненно очень переживают момент вот уязвимости самооценки. Они сами о себе не очень хорошо думают, если честно, в этот период. Ну, правда. И здесь важно хвалить за какие-то поступки, причем хвалить по-честному, то есть чтобы это не переросло такую в открытую лесть, потому что они очень тонко чувствуют вранье. То есть хвалить, правда, от души. Вот как это сделать? Может быть, примеры тоже какие-то? Ну, например, ребенок, подрастающий, да, подросток, они не очень любят, например, там, убираться у себя особенно в комнате. Тоже важный вопрос. Раз уж вы ему выделили территорию, ну, уже оставьте в покое эту территорию, это его границы. Относитесь к ним с уважением, да. И если вы заметили какое-то изменение на этой территории, пускай он там не идеальный порядок навел и чистоту, а хотя бы что-то как-то прибрал, сказать, слушай, класс в комнате убрался. Я заметила. То есть я тебя вижу, я вижу твои действия, я вижу твои поступки, я вижу, как ты растешь, я вижу, как ты принимаешь ответственность на себя. Или когда он проявил инициативу помочь. Потому что, кстати, очень часто от родителей, когда мы начинаем разговаривать, я спрашиваю, а как у вас вообще обязанности в доме? Какие-то есть обязанности у ребенка вашего? Да нет, мне от него ничего не надо. Ну вообще, я все делаю сама, я справляюсь. Вот. А им тоже же надо проявлять какую-то самостоятельность, ответственность. Вот вынес он мусор, сказать, о, спасибо. Благодарность. Вот эта благодарность родительская, она очень дает такое вот важное и серьезное подкрепление. Что еще можно делать? Ну, наверное, есть вот четыре способа, да, из разряда вот таких вот вредных советов, чего делать не нужно. Запугивать не нужно, да, потому что страх, жизнь на страхе не самая такая, скажем, плодородная почва для развития. Это обесценивание, это ломает крылья напрочь. Подросткам, они после этого ничего не захотят делать. Если он что-то сделал, для вас, сказали, а, ерунда, или у него что-то произошло, какое-то событие, он к вам пришел, поделился, а вы сказали, да, ну ладно, у меня вообще круче было в этом возрасте. Ну, то есть, это очень сильно обламывает крылья, правда. И чувство вины, которое очень часто прививается, там, смотри, что ты наделал. Он начинает чувствовать себя очень гадким, и не хочется дальше что-то делать. Получается, у родителей нет права на ошибку? Ух, конечно, есть. Есть? Да, это очень, тоже значимый момент для подростка, когда родитель признает свою ошибку и дает себе право на ошибку. Это дает возможности научиться подростку совершать ошибки и возможность исправлять. «Извини, я вот сейчас поступил несправедливо». Если родитель это говорит ребенку, это вызывает очень много уважения. То есть, не тот самый авторитет, который вот в виде власти, да, там, а именно уважение такого. Когда родитель проявляет уважение к подростку, подросток автоматически учится уважать родителя. если допускает ошибку подросток, здесь то же самое. Да, вот, ну да, сейчас здесь ты ошибся, давай подумаем вместе, как это можно исправить. То есть, это дает возможность не бояться ошибки. Потому что, когда мы боимся наших ошибок, мы перестаем вообще что-то делать, потому что этот страх, он сковывает, ограничивает. А возможности на исправлении их дают нам крылья. Спасибо большое, Анастасия. Мы на этом прервемся, но мы обязательно в следующем выпуске продолжим говорить на тему взаимоотношений родителей и подростков. Любить, хвалить и верить. Правила актуальны во все времена и для любого возраста. Просто хотели вам еще раз их напомнить. Это работает даже со сложными и своенравными подростками. Это была программа «Разговор по душам». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин